Друзья, всем привет! С вами я, Итс Крайбер, и сегодня у нас Скрайб Ньюз. Что будет с Huawei? Вслед за Google от сотрудничества с Huawei отказываются Intel, Qualcomm и Broadcom. А компания Google первая отреагировала на внесение президентом США Дональдом Трампом Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми местным американским компаниям предписывается не вести торговлю. А теперь Google, как пишет источник, подключается и ведущие производители процессоров, чипов, однокристальных платформ и модемов. Хотя у компании Huawei вообще нет проблем с процессорами. То, что Qualcomm с ними воюет и не представляет свои процессоры, это, по сути, небольшая беда для компании Huawei. Все топовые телефоны, средний сегмент, выше среднего сегмента, все на чипах компании HiSilicon. То есть мы их знаем как чипы Kirin. И эти чипы, ну, плюс-минус, справляются очень даже неплохо. Лучше ли они Qualcomm-овских? Конечно, нет. Но большинству людей на самом деле это не важно. Да и на самом деле, друзья, я пользовался Kirin'ами. Особая разницы я не вижу. В игры я не играю, и поэтому проблем у меня с этим процессором вообще никаких нет. Если вы играете в игры, то Kirin пока что немножечко в этом плане отстает. Ну вот другие производители, такие, допустим, как Intel. Intel представляет Huawei сервисное оборудование и процессоры для ноутбуков. А это прям, ну, очень даже очень сильный компонент. То есть надо будет сотрудничать, скорее всего, с AMD. Есть определенный вариант. Чипы еще есть на рынке. Но компания Intel все-таки является лидером, и их чипы, ну, самые-самые лучшие. Конечно, да, это такой момент. То есть в этом смысле у компании Huawei есть еще некоторые альтернативы. Может быть, она этого не совсем боится. Компания ZTE в прошлом году, по сути, испугалась. Ну, она пошла на определенные провинции с американцами. Так или иначе, они договорились. В российском рынке ZTE вообще не заходит. Но в целом в мире они еще существуют. У них, в принципе, как бы все окей. Но вот компания Huawei, это не ZTE, это мировой лидер. По сути, они сейчас стоят на втором месте после Самсунга. Представляете? На втором месте после Самсунга, и они потеснили Apple. Конечно, американцам, в том числе президенту, это не нравится. Они хотят выйти на чистое первое место. И самое сложное, что придется преодолеть компании Huawei, если все-таки они пойдут на этот шаг, если они пойдут на эту битву, на эту борьбу, на эту войну, они могут остаться без Google Play. То есть сама оболочка Android, она останется. Она есть, в принципе, в чистом доступе. Но вот ее могут официально лишить поддержки Google Play. То есть магазина, где вы можете закачивать все остальные приложения и так далее. Но без этого магазина, согласитесь, сам Android, ну, для нас не имеет никакого значения. Потому что мы хотим закачивать те приложения удобно не как-то левым каким-то образом, а стандартно через магазин, чтобы все было красивенько и отлично. Если Huawei решит пойти на эту войну, и если Google откажет им в Google Play, тогда у компании Huawei действительно будут очень и очень большие проблемы. Хотя она уже заявила, что у нее есть собственные разработки собственного ПО со своим программным обеспечением и все такое. Но согласитесь, что этот переход будет очень долгим, муторным и сложным. Такой переход никогда не был очень гладким и чистым. Хотя на данный момент у компании Huawei уже есть большой опыт, глядя на Apple, глядя на операционную систему iOS, на Android. Есть чему учиться и есть, что сделать очень хорошо, красиво и быстро. Но вот перейти на эту систему гладко и быстро не получится. Напомню, что глава Huawei, Рен Женфей, заявил, что его компания не будет идти на условия США, как это в прошлом году сделала ZTE. Однако сейчас ситуация сильно изменилась. Впрочем, пока делать окончательные выводы все-таки рано. Ведь США и ZTE все же нашли компромисс. Если Huawei хочет опередить Samsung, как она неоднократно заявляла, возможно, ей все-таки придется поступиться некоторыми принципами. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу этой борьбы? Сможет ли Huawei устоять? Если она каким-то образом сможет переломить ситуацию и выйти из нее, тогда Huawei действительно станет мировым лидером в производстве смартфонов. Потому что она станет абсолютно независимой ни от каких источников. Хотя, в целом, это невозможно. Если у них получится, будет вообще все окей. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу этого. А на этом у меня пока все, друзья. Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой борьбы. Всем хорошего настроения, позитивных новостей. Всем пока-пока.